Первая книга Моисеева. Бытие. Глава двадцать пятая. Авраам взял себе другую жену. Ее звали Китура. Она родила ему Зимрана, Йокшана, Медана, Медьяна, Ижбака и Шуаха. У Йокшана родились Шива и Дедан, Ашуры, Летушеи и Леумеи — потомки Дедана. Сыновья Медьяна — Эфа, Эфер, Ханох, Авида и Эльдаа. Все они — потомки Китуры. Все, чем он владел, Авраам передал Исааку. А сыновей наложниц своих он щедро одарил и еще при жизни своей отослал их на восток, в земли восточной, подальше от сына своего, Исаака. Всех лет жизни Авраама сто семьдесят пять. Прошли годы странствий его, и он скончался. Умер Авраам в глубокой старости, насытившись жизнью, и отошел он к праотцам своим. Похоронили его Исаак и Измаил, сыновья его, в пещере Махпела, на востоке от Мамре, на поле Эфрона Хетта, сына Цохорова, на поле, которое Авраам приобрел у Хеттов. И Авраам, и жена его Сара погребены там. После смерти Авраама благословил Бог его сына Исаака, поселившегося возле Бер-Лахай-Раи. Запись о потомках Измаила, сына Авраама от египтянки Агари, рабыни Сариной. И вот имена сыновей Измаила по старшинству. Невайот, первенец Измаила, за ним Кедар, Абдеэль, Мефсам, Мешма, Дума, Масса, Хаддат, Тема, Етур, Нафиш и Кедма. Это сыны Измаила, по именам которых названы селения и стоянки их. Это двенадцать вождей со своими племенами. Измаилу было сто тридцать семь лет, когда он успустил свой последний вздох. Умер он и приобщился к покою праотцев своих. Потомки Измаила расселились от Хевеллы до Шура, что находится восточнее Египта, по направлению Кашшуру. Жили они в стороне от всех братьев своих. Потомки Исаака, сына Авраамова У Авраама родился Исаак. Исааку было сорок лет, когда он взял в жены Ревекку, дочь Бетуэля Арамея из-под Дан Арама, сестру Лавана Арамея. У Ревекки не было детей, и поэтому Исаак молился Господу о жене своей. Ответил Господь на мольбу его. Ревекка, жена его, зачала. Младенцы же в очреве ее так сильно толкали друг друга, что она воскликнула. «Если так и впредь будет, то для чего мне это?» И пошла вопросить Господа. Господь сказал ей. «В себе два народа ты носишь, два племени, что путями своими пойдут от рождения. Одно племя сильней другого станет, и старший будет младшему слугой». Когда настало ей время родить, оказалось, близнецы в очреве ее. Первый явился на свет красноватым, волосатым, как ворсистая одежда. Его назвали Исафом. Волосатый. Потом родился второй близнец, ухватившийся рукой своей за пятку Исафа. Его назвали Иаковом, хватающий за пятку. Исааку было шестьдесят лет, когда они родились. Дети выросли. Исаф стал ловким охотником, человеком поля, а благонравный Иаков предпочитал оставаться дома. Исаак любил Исаава. Нравилась ему дичь Исаава. А Ревекка любила Иакова. Однажды, когда Иаков готовил обед, Исаав вернулся с охоты измученный и голодный. «Изнемог я», — сказал он Иакову. «Дай, прошу мне, поесть того красного, того варева красного». Потому и прозвали его Эдом. «Хорошо. Если право быть первенцем, сейчас же уступишь мне», — ответил Иаков. «К чему мне это право? Я умираю!» — скричал Исаав. «Сперва поклянись мне!» — настаивал Иаков. И после того, как он продал Иакову свое право считаться первенцем в семье, дал Иаков хлеба Исааву и чечевичной похлебке. Тот поел, попил, поднялся и ушел. Так пренебрег Исаав своим правом быть в семье первенцем. Глава двадцать шестая Страну, где жила семья Исаака, поразил жестокий голод, подобный тому, что случился во времена Авраама. И Исаак пошел в Герар, к филистимскому царю Авимелиху. Пошел туда, потому что Господь явился ему и сказал, «Незачем тебе идти в Египет. Поселись в той стране, о которой я скажу тебе. Живи в ней какое-то время, и я буду с тобою и благословлю тебя, ибо в свой срок все эти земли я отдам тебе и потомству твоему, во исполнение клятвы, которую я дал Аврааму, отцу твоему. Неисчислимыми я сделаю потомков твоих, как звезды на небе, и дам им все земли эти. Все народы мира обретут для себя благословение через потомство твое, и это потому, что Авраам внимал словам моим и был верен в своих обязанностях предо мной, соблюдал мои заповеди, установления и законы». Так и поселился Исаак в Гераре. А когда местные жители спрашивали у него о Ревекке, он говорил, что она его сестра. Он боялся назвать ее своей женой, чтобы жители те не убили его из-за Ревекки. Она была очень красива. Прошло довольно времени с тех пор, как пришли они туда, и случилось так, что Авемелех, царь филистимский, увидел из окна, как Исаак ласкал Ревекку, жену свою. Авемелех позвал Исаака и сказал ему, «Так она жена твоя? Зачем же ты говорил, что она сестра тебе?» «Я опасался, как бы не убили меня из-за нее», — ответил. Исаак. «Как мог ты так поступить с нами?» — вознегодовал Авемелех. «Кто-нибудь из народа моего учинил бы насилие над твоей женой, и тогда из-за тебя мы все стали бы виновны». И велел Авемелех объявить всему народу, «Всякий, кто тронет этого человека или его жену, неминуемо будет предан смерти». В первый же год своего пребывания в той стране Исаак посеял хлеб и собрал стократный урожай. Благословил его Господь. С каждым днем Исаак богател все больше и больше. Всего у него было в изобилии. Были у него теперь стада мелкого и крупного рогатого скота, и держал он много слуг. Филистимляне стали завидовать ему. Они завалили и засыпали землей все колодцы Исаака, вырытые рабами отца его Авраама, когда тот еще был жив. Тогда Авемелех сказал Исааку, «Ты должен уйти отсюда, ибо ты стал богаче и сильнее нас». Исаак ушел оттуда и поселился в долине Герарской. Он откопал те колодцы, что вырыты были во дни отца его Авраама. После смерти Авраама филистимляне завалили их и назвал их теми же именами, которыми называл их отец его. Но когда рабы Исааковы в поисках воды копали в долине и нашли родниковую воду, герарские пастухи вступили в спор с пастухами Исаака, заявляя, что это их вода. Из-за этого спора Исаак дал колодцу имя Эссак. Сора. Выкопали другой колодец, но и из-за него тоже произошел спор. Тому он дал имя Ситна, Вражда. Тогда ушел он из тех мест и выкопал еще один колодец, о котором уже никто не спорил. Его назвал он Ореховод. Просторы. Сказав «Вот теперь Господь даровал нам простор, и более многочисленным станет народ наш на земле этой». Оттуда Исаак перешел в Беаршеву, и там в первую же ночь явился ему Господь и сказал «Я Бог Авраама, отца твоего. Не бойся, ибо я с тобою. Я благословлю тебя и многочисленным сделаю потомство твое ради слуги моего, Авраама». Исаак поставил на этом месте жертвенник, призвал имя Господа, совершив богослужение, и раскинул там шатры свои. А рабы его принялись копать колодец. Между тем пришел к нему из Герара Авемелех с другом своим Ахузатом и военачальником Пихолом. «Зачем вы пришли ко мне?» спросил их Исаак. «Вы же возненавидели меня и прогнали из своей страны». «Нам стало ясно, что с тобою Господь», ответили они. «И поэтому мы подумали, нам нужен клятвенный договор с Исааком. Мы хотим заключить с тобой договор о том, что ты не будешь делать нам зла, как и мы не причиняли тебе ни малейшего вреда, а были неизменно добры к тебе, пока не отпустили тебя с миром. И вот теперь ты благословлен Господом». Исаак устроил для них пир, и они ели и пили вместе, а ранним утром клятвами заверили друг друга, что будут жить в мире. Исаак простился с ними, и они ушли от него успокоенные. Случилось, что в тот же самый день рабы Исаака принесли ему добрую весть о колодце, который они рыли. «Мы нашли воду!» — кричали они. Исаак дал этому колодцу имя Шива. Шива — клятва. Поэтому и город там поныне называется Бер-Шева. Исааву было сорок лет, когда он взял себе в жены Иихудит, дочь Бейри Хетта, и Басмат, дочь Илона Хетта. Обе они доставили немало огорчений Исааку Ирвекке. Псалтырь Псалом тринадцатый Руководителю хора Псалом Давида Бога нет. Сами себе говорят безумцы. Все они развращены, отвратительное творят, и на доброе ни один из них не способен. Господь с неба смотрит на всех потомков Адама, желая видеть хоть одного, Кто поступал бы разумно, Хоть одного, Кто стремился бы к Богу. Но все вероломны стали, Все как один развратились. Нет делающего добро, Нет ни одного. Неужели ничего не сознают Все эти злодеи? Народ мой пожирают они, Словно хлеб едят. Не думают они о Господе, Не призывают Его молитвенно. А хватит же их страх великий, Ибо Бог на стороне праведных. Насмехаетесь вы, злодеи, Над чаянием человека смиренного, Но прибежище его Господь. О, пришло бы Сиона Избавление Израилю, Возрадуется Иаков И возвеселится Израиль, Когда Господь Отвратит несчастье От народа своего. Евангелие по Матфею Глава тринадцатая В тот же день, Выйди из дома, Иисус направился к морю И сел там на берегу. Вокруг Него собралось много людей. Тогда Он вошел в лодку, Сел, А весь народ стоял на берегу. Многое сказал Иисус им в притчах. — Послушайте, — говорил он, — Вот вышел сеятель сеять. Когда он сеял, Часть зерен упала у дороги. Налетели птицы И склевали их. Другие же зерна Упали на каменистую почву, Где земли было очень мало. Быстро взошли они, Потому что слой земли был неглубок. Но когда поднялось солнце, Оно опалило их. Без сильного корня Ростки засохли. Другие Упали среди колючек, Которые выросли И заглушили их. Иные же зерна Упали на хорошую землю, И дали они урожай Сто-кратный, Шестидесятикратный И тридцатикратный. У кого есть уши, Пусть услышат. Ученики подошли к нему И спросили, Почему ты притчами говоришь им? Он ответил, Вам дано узнать Тайны Царства Небесного, А им не дано. Ибо у кого есть, Тому и еще будет дано, И дано будет с избытком, А у кого нет, У него и то, что есть, Будет взято. Я потому им притчами говорю, Что смотрят они, Но не видят, Слушают, но не слышат, И не понимают. Так сбылось на них Пророчество Исайи. Вы будете слушать и слушать, И все же не поймете, Будете смотреть и смотреть, И все же не увидите, Ибо огрубело сердце Народа этого. Уши их едва слышат, И глаза свои они закрыли. Иначе увидели бы глазами, Услышали бы ушами, Поняли бы сердцем, И лицом повернулись бы ко мне, И я исцелил бы их. А что до вас, Как вы блаженны, Глаза ваши видят, И уши ваши слышат. Поверьте мне, Много пророков и праведников Страстно желали бы увидеть То, что видите и вы, Но не увидели. Очень хотели услышать То, что вы слышите, Но не услышали. А теперь послушайте, Что значит притча о сеятеле. Когда человек слышит Весть царства, Но не понимает ее, Приходит к нему нечистый И уносит посеянное В сердце его. Это представлено зерном, Упавшему дороги. А посеянное на каменистой почве Это о тех, Кто слышит весть, И тотчас же с радостью Принимает ее, Но так как нет у него корня, Он не постоянен, И тотчас теряет веру, Едва начинаются притеснения Или гонения За слово Божие. Среди колючек посеянное Это о тех, Кто слышит весть, Но мирские заботы И обольщения богатством Заглушают ее, И она не приносит плода. На хорошей же земле посеянное Представляет того, Кто слышит И понимает весть. Он и приносит плод, И урожай может быть Стократным Или шестидесятикратным Или тридцатикратным. Иисус рассказал им Еще одну притчу. Царство небесное Вот с чем сравню. Посеял человек На своем поле Добрые семена. Когда люди спали, Пришел его враг, Посеял плевелы Среди пшеницы И ушел. Когда посевы взошли И колос начал наливаться, Стали видны и плевелы. Слуги пошли К хозяину дома И сказали, Господин, Разве не пшеницу Ты сеял на поле своем? Откуда же появились плевелы? Враг это сделал, Ответил он им. Тогда слуги сказали, Ты хочешь, Чтобы мы пошли И выпалоли их? Нет, Он ответил, Чтобы выпалывая плевелы, Не вырвали вы заодно И пшеницу, Пусть вместе Они растут до жатвы. А во время жатвы Я скажу жнецам, Выберите сперва плевелы И свяжите их пучками, Чтобы сжечь, А пшеницу соберите В мои закрома. И другую притчу Предложил им Иисус. Царство небесное Сравнимо с горчичным зерном, Которое человек взял И посеял на поле своем. Зерно это Самое меньшее Из всех семян. Но то, что из него вырастает, Больше всех огородных растений. Оно становится деревом, Так что птицы Поднебесные прилетают И гнездятся В ветвях его. И такую еще притчу Рассказал Иисус. Царство небесное Сравнимо с закваской, Которую женщина взяла, Смешала с тремя мерами муки, Пока не заквасилось Все тесто. Все это Иисус поведал народу В притчах. Без притчи Он им не говорил Ничего. Так исполнилось Сказанное Через пророка Открою В притчах Уста мои И провозглашу Сокрытое Отцетворение Мира. Затем, Оставив народ, Иисус вошел В дом. Там к нему Подошли его ученики И попросили Объясни нам Притчу О плевелах В поле. Он ответил Сеятель доброго семени Сын человеческий. Поле Это мир. Доброе семя Сыны царства. А плевелы Сыны Злого духа. Враг, Посеявший их Дьявол. Жатва Это конец Мира. А жнецы Ангелы. Как Собирают Плевелы И сжигают В огне, Так будет И в конце Мира. Сын Человеческий Пошлет Своих Ангелов, И они Очистят Царство Его От всех, Кто других Совращал, И от тех, Кто сам Жил Беззаконно И Бросит Их В печь Огненную, Где будет Плач И Скрежет Зубовный. Праведники же Будут Сиять, Словно Солнце В царстве Отца Своего. У кого Есть Уши, Пусть Услышат. Царство Небесное Сравнимо Со Спрятанным В поле Сокровищем, Которое Случилось Найти Одному Человеку. Закопав Его Снова, Пошел Он Радостно И Продал Все, Что Было У Него И Купил То Поле. И Вот Еще С чем Сравнимо Царство Небесное. Один Купец, Искавший Хороший Жемчуг, Нашел Как-то Одну Особенно Ценную Жемчужину. Он Пошел, Продал Все, Что Было У Него И Купил Ее. Царство Небесное Подобно Большой Сети. Заброшенная В море, Она Захватила Разного Рода Рыбу. Когда Сеть Наполнилась, Рыбаки Вытащили Ее На берег И, Сев, Собрали Хорошую Рыбу В корзины, А негодную Выбросили. Так будет И в конце Мира. Выйдут Ангелы И отберут Нечестивых Из среды Праведных И бросит Их в печь Огненную, Где будет Плач И скрежет Зубовный. Все ли Сказанное Мною Вы поняли Да Ответили Они Ему Так вот Сказал Он Им Всякий Книжник Обученный В школе Царства Небесного Подобен Хозяину Дома Который Выносит Из богатого Хранилища Своего И новое И старое Кончив Рассказывать Эти Притчи Иисус Ушел Оттуда И пришел В город Где он Вырос И стал Учить Там Людей В синагоге Они В изумлении Говорили Откуда Такая Мудрость У него И такая Сила Творить Чудеса Разве Не сын Он Плотника Не его Ли мать Зовут Марией И не его Ли это Братья Иаков И Иосиф Симон И Иуда И все Сестры Его Разве Не живут Среди Нас Откуда Же У него Все Это И не Захотели Они Принять Его Иисус Же Сказал Им Не Почитают Пророка Только В Отечестве И в Доме Его И много Чудес Из-за Неверия Их Не сотворил Он Там